Продолжение следует... Сегодня у нас здесь собралось много народу. Я смотрю, у нас почти полная вебинарная комната. Сегодня у нас очень важный вебинар, очень интересный. Ну а пока, как всегда, мои дежурные слова о том, что если вы перемотаете чат в самое начало, то увидите две важные ссылки. Одна ссылка на расписание наших вебинаров. Так, уже такой длинный чат, что уже эти ссылки потерялись. Я сейчас тогда их продублирую вам. Одну минутку. Собственно, это да, вот без первой строчки. Сейчас продублирую это в чат. Вот эти две важные ссылки. Первая на наше расписание, в котором можно зарегистрироваться на все вебинары предстоящего учебного года. И вторая ссылка на записи наших вебинаров, на наш учебный портал на YouTube. Кстати, можете нас поздравить, у нас там недавно появился тысячный подписчик. И в том числе и запись этого вебинара будет через некоторое время появиться на этом канале. Ну и что еще? Еще я хотел бы проанонсировать два вебинара ближайшей, завтрашней и послезавтрашней вебинары. Это вебинар «Анатомия визуализации. Как выбрать лучший метод для вашей задачи». Максим Скрябин, сотрудник компании Stepik, будет делать этот вебинар. Я уже вчера рассказывал, вебинар особенный, и визуализация будет, про визуализацию будет рассказано совсем ином в ключе. В ключе у нас много вебинаров про визуализацию, но это такой достаточно, как бы это сказать, аналитический вебинар, где будет рассказано, под какой тип данных подходит какой вид визуализации. Такое редко встречаются у нас в основном вебинары инструктивные и про то, как пользоваться определенными инструментами. Ну и второй вебинар Юрий Николаевич Белоножкин прочтет по своей любимой теме, по робопедагогике, создание бота-диагноста, про текстовые чат-боты и как их использовать в учебном процессе. Ну что ж, вот, наверное, и все. Да, как всегда, все присутствующие получат бесплатные электронные именные сертификаты после нашего вебинара. Все участвующие, то есть все те, кто был на вебинаре. Ну что ж, мои общие слова закончились, поэтому я передаю слово Софье Андреевне Багдасаровой для того, чтобы она сегодня озвучила тему нашей сегодняшней, сделала бы сегодняшний вебинар. Здравствуйте, меня зовут Софья Багдасарова. Слышно меня? Меня зовут Софья Багдасарова, и я много лет являюсь автором и администратором Википедии. И сегодня я бы хотела рассказать на такую тему, которая очень многих интересует, как много в Википедии лжи и как ее определить. Очень часто упрекают, очень часто приходится слышать о том, что в Википедии все неправда, в Википедии только ошибки, в Википедии сплошная ложь. Говорят, что в статьях медицинских в Википедии правильная информация, а все остальные написаны уродские или там русской Википедии верить нельзя, можно только английский. Но это на самом деле все не так, отчасти так, отчасти не так. Итак, я вам расскажу, как использовать Википедию как инструмент и не ошибаться с помощью ее. Значит, репутация у Википедии сложилась такая достаточно давно, плохая, и это связано с тем, что Википедия возникла давно. Русская Википедия была основана в 2001 году, позже английская. На заре рунета, когда интернет был маленький, и людей в интернете было мало, и наполняли ее как попало, то есть она росла медленно и росла плохо. Вот смотрите, например, Россия, Родина слонов, информация, она, это классический факт о Википедии, которому рассказывают все википедисты, что в первый год существования Википедии фраза о том, что Россия, Родина слонов, висела на главной странице, висела больше года, то есть народа было так мало, что поправить это было некому. Но постепенно все менялось, постепенно все росло и росло. Вот смотрите, в 2012 году, это уже цифры совсем другие. Как работает Википедия? Статьи в Википедии не зарождаются сами по себе, их пишут люди, их пишет огромное количество людей, у которых есть хобби. Некоторые люди увлекаются автомобилями, некоторые люди увлекаются марками, некоторые люди увлекаются медициной, некоторые ботаникой. И каждый из этих людей наполняет проект статьями на свою тему. Таким образом статьи растут увеличенно. Время идет, статьи становятся лучше, но репутация, которая была заработана в предыдущие годы, остается. Вот в 2015 году, смотрите, количество участников, авторов Википедии, уже полтора миллиона русскоязычных авторов. В среднем в месяц в Википедию пишет примерно 14 тысяч человек. То есть какие-то люди приходят, какие-то люди уходят. Википедия становится важным политическим фактором. В 2015 году была история с блокировкой и против цензуры. Как вы знаете, в Турции она заблокирована, например, потому что там появляются сведения, которые не одобряют правительство. То есть это не только информационный, энтиклопедический сайт, но сайт, который используется, чтобы донести знания вообще обо всем на свете. Википедия старается быть вне политики, но поскольку принцип ее рассказать вообще обо всем, естественно, она обязана рассказывать о том, что не одобряют государство. Вот, сейчас я вам расскажу, как определить, где Википедия ложь. Начать лучше, конечно, от противного. Я вам расскажу, как определить, где Википедия правда, где самые лучшие статьи. В Википедии есть специальный механизм самой хорошей статьи. Вот здесь вот пример такой хорошей статьи. Он отмечен звездочкой. Она в правом верхнем углу обведена. Определенное количество статей Википедии проходят очень серьезные процедуры верификации. Их пишет большое количество авторов, специалистов, и после этого их активно очень вычитывают и проверяют. Если статья отмечена такой звездочкой, это означает, что, скорее всего, она абсолютно полностью проверена, достоверна, и верить ей можно. Она получается большая, в ней освещены все аспекты. То есть это такая медаль. Это медаль, которая дается хорошим качественным статьям. Вот это вот, с чем хороша Википедия, что такую медаль там может получить статья абсолютно обо всем. То есть если на каких-то научных порталах сначала пытаются сделать качественными статьи в каких-то глобальных проблемах, то в Википедии это может случиться с любой темой, которую интересуют автора. Вот, смотрите, песня Высоцкого. И человек, который писал это, вот решил написать о ней все. Смотрите, как выглядит самая главная часть статьи, комментарии и примечания. Чтобы понять, можно ли верить статье Википедии, смотрите в самый вниз и смотрите комментарии и примечания. Если комментариев и примечаний много, если они сделаны качественно, то, скорее всего, статья замечательная. Ну, как вы должны выглядеть примечания, вы в силу своей специфики профессиональной должны знать, конечно. То есть вы смотрите на ссылки и видите, правильные они, выглядят они правдоподобные или нет. То есть начинается использовать тот же самый аппарат, который применяется к любым печатным публикациям научным. Вот статья про песню Высоцкого. А вот тоже статья избранная, статья со звездочкой. Она посвящена Вере Молчальнице. Вера Молчальнице – это замечательный такой персонаж. Это как бы двойник старца Федора Кузьмича. То есть говорят, что Александр I ушел в леса и стал святым. А еще по легенде вот эта вот женщина-монахиня – это жена Александра I императрицы Елизавета Алексеевна, которая якобы тоже ушла в леса и тоже стала монахиней. И вот здесь эта статья тоже целиком выверена. Тут описаны ее биографические данные, описана легенда. Видите, по содержанию сколько всего в этой статье изложено. А вот статья тоже избранная. Но тут, видите, не желтая звездочка, а синяя звездочка. Это означает, что к ней явно чуть меньше требований. Но это связано в основном с количеством, с объемом статьи. То есть не с качеством, а с количеством. То есть вот статьи с желтой звездочкой, они считаются как бы получше, чем статьи с синей звездочкой. Но с точки зрения достоверности они все должны быть очень хорошими. Это вот статья, посвященная книге, которую тоже писал какой-то человек, которому очень нравилась эта тема, и он нашел на эту тему все. Если в статье в Википедии есть примечания, если есть сноски, смотрите, как все оформлено. Смотрите, как оформлено. Если в статье нет ни одного примечания, значит ее писал человек, который пренебрежительно относится к теме достоверности, который больше какими-то другими вещами интересуется. Вот еще один пример статьи, которая сделана очень тщательно и аккуратно, но возможно только в Википедии, для которой нету иерархии ценностей. Белое платье Мерлин Монро – это вещь очень интересная, но в нормальной энциклопедии ей никогда бы не было посвящено столько сил, столько энергии. Здесь она отмечена другим знаком. Вообще, чтобы определить качество статьи в Википедии, смотрите сразу на этот угол, который здесь подмечен. Здесь есть звездочка, и в ней помечена галочка. Это означает, что это не первое место, не второе, это просто достоверная статья. Достоверные статьи могут быть маленькими, но они тоже тщательно вывернены, тщательно проверяются. Но они не такие грандиозные, не такие большие, как те статьи, которые я показывала раньше. Еще в Википедии проводится конкурс статьи года. Статья года – это когда из всех хороших дипломированных статей, которые были написаны в течение минувшего года, выбирается одна самая лучшая по определенным тематикам. То есть всего статьи года 10-12. Вот здесь вот в Бюстн-Фертите это была просто хорошая статья, видите, здесь одна звездочка простая. И вторая звездочка узорная – это означает, что вот эта статья года, то есть к ней было предъявлено такие требования по выверке, что вот это просто даже невозможно поверить. Сейчас я вам немножко покажу из кухни, как происходит редактура и процесс выверки. Когда человек один или из нескольких соавторов пишет статью, например, про Бюстн-Фертите, он ее заканчивает, он вкладывает туда всю информацию, которую только может, а потом он ее выставляет на голосование. Он выставляет ее на голосование, и на страницу обсуждения этой статьи приходят все, кто угодно, все участники Википедии, там несколько десятков может прийти, которые начинают писать свои возражения, замечания, цепляются к каждому слову. А в Википедии авторы, они очень занудные, тщательные, аккуратные люди, книжные черты, проверты, которые цепляются ко всем деталям. И порой вот это обсуждение статьи, стоит ли ей присваивать медали, оно может длиться 2-3 месяца, то есть постоянно могут приходить новые люди, причем специалисты по самым разным темам, и говорят, что вот здесь напишите больше про климат, а здесь напишите, потом приходит другой человек, который специалист не по климате, а по насекомым, и говорит, а здесь не хватает того-сего. Потом это кончается тем, что люди вместо того, чтобы писать замечания, заполняют сами. То есть происходит такая коллективная мозаика складывания большой качественной статьи. И иногда после вот этого многомесячного обсуждения кончается все тем, что администратор говорит, что нет, статья не удовлетворяет, мы ее не избираем, звездочками не появляется, верить этой статье так же, как статьям со звездочками нельзя. Могут даже удалить эту статью как недостоверную. Вот в Нефертете все было хорошо, тут было много замечаний, они все были справлены, в итоге статья стала хорошей, потом она стала статья года. Вот это вот список, сколько всего в русскоязычной Википедии находится вот таких вот статей моделистов, статьи со звездочками. Добротные статьи, это, видите, 4000 статей, это просто статьи, которые аккуратно выверены. Избранные статьи, это статьи за золотую медаль, выверены очень хорошо. Хорошие статьи, это чуть-чуть похуже уровню, потому что по размеру поменьше. И избранные списки и порталы, это не статьи, а списки там, например, список посольств в Москве, или список зданий Федора Шехтеля, список видов бабочек. Они тоже достаточно тщательно выверяются, они тоже в правом верхнем углу отмечаются специальным знаком. Вот видите, какие есть категории? Военное дело, искусство, история, культура общества, наука, персоналии, религии и философии. Все пытаются раскладывать по полочкам, все пытаются проверять. Проблема русской Википедии главная в том, что русскоязычных википедистов, авторов, их достаточно мало. То есть действительно русская Википедия уступает качеству английской в первую очередь потому, что английский универсальный язык мирового научного сообщества и носителей английского языка их сильно больше. То есть английскую Википедию наполняет большее количество людей, и большее количество профессионалов. Русскоязычных авторов намного меньше. Поэтому, естественно, у нас меньше таких вот избранных хороших статей. Но русские авторы пытаются делать все, что могут. Значит, если мы встречаем статью, у которой нет вот этого знака в правом углу, типа, что видите, здесь ничего такого нет. как мы можем определить, стоит ли этой статье доверять или нет. В принципе, вы все понимаете, как это должно выглядеть. То есть если достаточное наполнение объема, достаточное количество сносок, статья выглядит вправдоподобно, то, скорее всего, от нее можно отталкиваться, с ней можно делать. Конечно, праздница со статьями в научных энциклопедиях, которые подписаны фамилиями ученых, большая. Но автор Википедии, у него есть то преимущество, что он может взять все статьи, написанные в энциклопедиях учеными на эту тему, и собрать их на одной странице. Процитировать, выбрать лучше. Вот эта вот статья про царский титулярник, моноскрипт эпохи Алексея Михайловича, она не избрана, она не получила свою медаль, но она написана достаточно аккуратно. То есть по ее размеру, по ее оформлению, мы видим, что ее автор подошел к этой теме достаточно хорошо. То есть открываем библиографию, открываем сноски, видим все неплохо. Вообще, в первую очередь, Википедия бесценна именно как коллекция сносок. В самой статье может быть написана какая угодная чепуха, но вы идете вниз в подвал и смотрите, какие там сноски, какая библиография, потому что в наше время же, вы знаете, Яндекс настолько засорен, что там найти какие-то полезные вещи становится очень трудно. А вот в сноске в википедийной статье собираются ценные ссылки. Вот пример статьи, которой верить не надо. Барма греческой работы. Это тоже Алексей Михайлович крансонная регалия. Украшение, которое надевалось на воротник и использовалось во время коронации, венчания на царство, службы вообще в большой царском наряде. Тут как бы на первый взгляд она выглядит, правоподобная статья, но если мы вчитаемся в текст и посмотрим, как она оформлена, видите, нет ни одной сноски. литература это Фёдор Солнцев изданный Бог знает когда в 19 веке. То есть тут на самом деле состоит надёрганный, статья состоит из надёрганного откуда попала текст, причем неизвестно откуда. И если его пробовать кусочками по Яндекс с этими фразами, то можно найти, откуда они надёрганы. Но мало того, что они надёрганы, они ещё надёрганы бессмысленно. То есть автор этой статьи он не понимал, что копируют. И поскольку в Википедии существует внутренняя цензура, то после того, как вот эта статья была написана безответственным автором в неё пришёл другой ответственный автор и выразил своё сомнение по поводу того, что здесь написано. И поставил здесь вот такие шаблоны, источник в квадратных скобках. Здесь вот я обвела. То есть кто-то вчитался в этот текст, понял, понял, что здесь написан какой-то определённый бред и поставил запросы источник. Вы тоже можете, увидев бред, в статье в Википедии поставить запрос источник. Для этого нужны определённые знания инструментария, но это достаточно легко владеть. Либо написать на странице обсуждений. У каждой страницы слева вверху есть кнопка под названием обсуждений. Там можно написать, что в этой статье фактическая ошибка, поправьте её, пожалуйста. Всё было не так. И скорее всего есть вероятность, что в ближайшее время какой-нибудь википедист придёт и поправит, скажет вам спасибо. Я считаю, что это прекрасный способ борьбы с мировой энтропией. Именно так я попала в этот проект. Вот. Если в статье википедийной, которую вы читаете, стоит вот это много источник, источник, не надо ей верить. Вы можете использовать её как толчок для своих дальнейших поисков в интернете, но она недостоверна. Ещё вверху статьи может стоять плашка, что информация в этой статье недостоверна. Ну тут как бы уже второго смысла нет, всё понятно. Вот. Вот пример статьи, которые можно использовать только для вдохновения при дальнейших поисках. Дело в том, что когда википедия только создавалась в нулевых годах, в ней активно использовались боты-заливки. Боты-заливки это когда брались определённые книги, не защищённые авторским правом, потому что заливать тексты, которые всё ещё защищены авторским правом в википедии нельзя. И боты заливали в википедию вот эти вот свободные по авторским правам статьи. Они, поскольку были свободные, в основном это 19-й век. какой-нибудь бракгаус или кто. И вот пример такой заливки. Это статья про древнеримский щит. Здесь нет ни одной источника, ни одной сноски. Какая-то там литература, но что с этим делать непонятно. Что можно с этим делать? Можно посмотреть, какая стоит здесь ссылка на английскую статью. Вот здесь они обычно бывают в этом месте. И перейти на английский текст и посмотреть, что там написано. Может быть, там будет что-то полезное. Либо воспользоваться вот этим открытием таливе и посмотреть, что он говорит. То есть это только источник для вдохновения. Дело в том, что в Википедии есть, как говорится, два типа авторов. Одни авторы занудные, другие авторы не занудные. Вот статью про Барма Алексея Михайловича писал автор с фантазией, который не проверяет источники. А вот статья крохотная маленькая про имя, придуманное Грином, но ее писал автор, который дотошно подходит к правилу Википедии про цитирование и сноски. То есть тут два абзаца, но к каждому возможному утверждению найдена ссылка, причем желательно активная. И вот это пример статьи, которым стоит поверить. Еще в Википедии есть такой принцип, как стабилизация страниц. Стабилизация страницы это в общем в Википедии статьи пишутся долго, много раз, они обновляются, они обрастают, они растут. В какой-то момент, когда статья приходит в максимально приличный вид, ее могут стабилизировать, то есть поставить на паузу так, чтобы у нее была версия, максимально предоподобная. И вот эта статья про Пивера Безухова, и вот здесь есть версия, проверенная 6 мая, то есть 6 мая эту статью кто-то прочел и из администраторов, и счел, что она в максимально приличном состоянии. Но после этого в эту статью пришли другие авторы, и что-то в ней поправили. и вы можете посмотреть весь непредставивший систему, то есть не обязательно иметь аккаунт. Вы можете посмотреть эту статью в двух версиях. В той версии, которая проверена, как бы вычитана, и в той версии, в которой добавлена новая информация. Добавлена новая информация, она не обязательно плохая. Например, статья про церковь может быть стабилизирована на варианте 2016 года, где написано, что там руины, а потом пришел какой-то человек, не автор, не зарегистрированный участник, и добавил информацию о том, что в церкви началась реставрация, там уже сделали крышу. Но стабильная версия все равно будет на том предыдущем варианте, где она проверена с источником. Википедия хороша именно тем, что в ней могут писать все, то есть незарегистрированные люди со всех краев света приносить в клювике свежую информацию о чем угодно. Если вы нажмете вот в этой вот версии на одну из этих двух ссылок, вы увидите вот это стабильная версия, прочитанная, вычитанная. Вот, она отмечена глазиком. Но чтобы увидеть этот вариант, надо иметь аккаунт в Википедии и быть зарегистрированным. Регистрироваться, я рекомендую зарегистрироваться, это просто удобно, не обязательно что-то править, просто это примерно слетает настройки языка, когда вы переходите в другие языковые проекты. Еще есть, опять смотрим на правый верхний угол, есть проблемные статьи. Поскольку Википедия это живой проект, она максимально реагирует сразу же на все события, которые происходят там. То есть, когда происходят взрывы, теракты, то статья в Википедии появляется буквально через 20-30 минут после появления новости и в течение ночи ее могут пополнять авторы прям в режиме реального времени, во время поступления информации. То есть, иногда статья в Википедии о каком-то трагическом событии, которое происходит прямо сейчас, она достаточно лучше, чем подборки, которые делают информационные агентства. Потому что много сразу людей в эту статью тащат актуальные новости. Если речь идет о каких-то проблемных вещах, которые происходят прямо сейчас и длятся достаточно долго, то возникает проблема, потому что авторы Википедии, они сторонники совершенно различных мнений. Вот статья, посвященная конфликту на Донбассе, и ее пытаются править и сторонники российской точки зрения, сторонники украинской и еще неизвестных таких. Поэтому здесь, как видите, стоит буква П. Это означает, что она заблокирована практически для любых авторов, и добавлять на нее могут информации только администраторы, то есть ограниченное количество людей, которые обязаны соблюдать нейтральность. То есть если на странице есть такой определенный знак, это означает, что какой-то вооруженный, агрессивно настроенный человек не может сюда прийти и добавить информацию, что кого-то убили и так далее, потому что у него просто нет для этого полномочий. Эту информацию может добавить только администратор. Это способ, которым Википедия пытается предохраняться от того, чтобы стать площадкой интернет-разборок. То есть опять смотрим верхний правый угол. А вот пример статьи, которую вообще закрыли для редактирования. Вот видите замок. Это замок, это означает, что править в этой статье никто не может, кроме администратора, потому что сообщество Википедии пришло к выводу, что ничего нового появиться в этой статье не может, что появляются в ней только какие-то агрессивные факты, я думаю, что здесь были проблемы с информацией о педофилии, что все время приходили какие-то люди, добавляли гадости, поэтому эту статью закрыли для редактирования. Это пример английской статьи, но то же самое есть в русском, такой вот замочек. Если вы видите статью с замочком, это значит, что статья проблемная, она вызывает у людей большие волны, и к ней тоже стоит относиться с некоторым недоверием, но, скорее всего, за ней следят и информацию на ней проверяют. Это обычно относится к информации о ныне живущих людях. Хотя, например, некоторое время была таким образом защищена информация, защищена статья про великого князя Сергея Александровича, который был городоправителем Москвы в 19 веке, погиб в 1905 году от бомбы террориста, потому что она превратилась в поле битвы между людьми, которые считают, что он святой, его надо канонизировать, и людьми, которые вслед за Элининой Берберовым и другими авторами считают, что он был гомосексуалистом. И вот поскольку обе эти стороны добавляли все время информацию на страницу энциклопедии, администраторы решили это на некоторых дни прекратить, чтобы люди остыли, потому что энциклопедия это не место для плавления битвы, энциклопедия это место для флагов. И вот также была статья заморожена. Сейчас она открыта для редактирования, потому что эти люди они утихомили на свой бесток. Вот. в том, чтобы понять хорошие статьи, сколько хороших статьей в Википедии, важен вопрос тематики. Как я уже говорила, в Википедию пишут фанаты. То есть, есть ли раньше человек, который увлекался своей темой, он сделал себя на квартире и собирал вырезки из газет, писал статьи для себя в печатные журналы, а потом на заре рунета он создавал собственные сайты на народ.ру, где собирал то, что ему нравится. Сейчас этот человек приходит в Википедию и становится частью гигантского сообщества. Но даже на этом сайте он продолжает обрабатывать только свою узкую поляну, то есть, только то, что ему нравится. Вот, например, один из моих любимых авторов Википедии, который обожает средневековые манускрипты. эта барышня, она очень замечательный человек, и она пишет только о моноскриптах, ей очень нравится. Скорее всего, все статьи большие и красивые в русской Википедии, которые вам могут попасться, написаны ей. Вот она фанат этого дела, она этим занимается. Есть такие же люди, мужчины, которые только про танки пишут, то есть, они могут всю жизнь в Википедии писать только про танки, и не знать, что вообще что-то существует за пределами статьи о танках. Вот, вот это вот статья про великолепный часослов, как вы видите, здесь две звезды, то есть, это была просто хорошая статья, и еще она получилась статью года, то есть, прошла двойную ступень проверки. Здесь тоже, видите, много картинок, много ссылок на источников, все сделано очень тщательно, очень подробно. И что-то у нас есть, у нас есть автор, который любит французские моноскрипты, и, скорее всего, этот автор во время своего многолетнего пребывания в Википедии написал много других статей про французские моноскрипты. Скорее всего, все статьи написаны этим автором, и они хорошие. Даже, например, вот эта статья, в которой нету звезд, она все равно достаточно хорошая, потому что она написана человеком, который специализируется, который фанат. или вот Келлская книга, великолепная вещь, которую нельзя пропустить. А еще у нас есть автор, который увлекается шахматами в искусстве. Вот все, все картины в мире, которые посвящены шахматам живописи, вот этот человек уже два или три года занимается тем, что пишет только про шахматы живописи. Все картины, на которых есть шахматы, он о них рассказывает. Ничего больше в этом мире не интересует. Смерть, играющая в шахматы. Тут нету этих звезд, нету какой-то вот зримой оценки этой статьи, но это написано специализирующимся авторам, которые фанаты, которые собирают об этом все. Ничего не пропускает. Игра в шахматы Ленин с Гитлером. Очень дотошный и очень аккуратный. Играя в шахматы на террасе. Люди, википедисты, которые этим увлекаются, это действительно фанатики, это фанаты, люди, которые обожают собирать факты, собирать информацию. А вот, как я говорила, вот мой любимый автор, она любит французские хроники, французские рукописи, а вот немецкие ей совершенно неинтересны. И поэтому статьи википедии русской про французскую миниатюру очень хорошие, а статьи про немецкие миниатюры выглядят вот так, вот видите, это просто заглушка, ничего нет. тут есть картинка, название и все. И пара ссылок. И вот здесь вот не влезло. Здесь вот ссылка, скорее всего, стоит на английскую или немецкую версию, куда можно перейти и посмотреть, что есть в других языковых версиях. Языковые версии тоже, они не автоматически переводятся, это в каждом языковом проекте есть свои люди, носители языка, которые пишут свое. И когда ты переходишь по версии поисковых информаций, ты можешь найти все, что угодно. Например, на немецком языке, в немецкой википедии об этой хронике не может быть ничего, а внезапно на каком-нибудь каталанском может быть гигантской статье, где собрано вообще все. Просто потому, что этот каталанский любитель искусства вот запал на эту вещь и решил о ней не писать. Вот если очень хочется искать информацию, то можно пощелкать по всем спискам языков, которые есть. Там может быть что-то необыкновенное обнаружилось. Да, рассказываю о том, какие википедисты фанатики, как они любят свои темы и как они охотятся за данные. Если википедист подсел на какую-то тему и любит ее, и за ней все собирает, за информацией, за картинками для своей статьи он может совершить что угодно, то есть то, что вам даже в голову не придет. Вот, например, вот этот автор, который писал про статью про Веру Молчанец, якобы, или про Алисзавету Фернерку, и про старца Федора Кузьмича, якобы, Александра Первого, он, например, прочитал в одном древолюционном журнале, что существует портрет старца Федора Кузьмича, и там была какая-то черно-белая репродукция, в журнале Родина 1896 года, он выяснил, где находится этот портрет, выяснил, что этот портрет находится в Томском областном кривическом музее, и когда у этого вегипедиста был отпуск, он не поехал в Турцию, не поехал в Египет, не поехал в Томск, он договорился с этим музеем, музей пустил его в фонды, музей разрешил ему отсканировать вот этот портрет, который мы здесь видим. то есть это становится азартным, это становится поиском информации, и если вы видите статью, которая написана с любовью, это означает, что она написана с любовью. Если вам что-то неясно в этой статье, если вы видите что-то непонятное, вы всегда на странице обсуждения можете задать свои вопросы. Если человек еще активен в проекте, он может вступить на странице проекта, нет, вы не сможете увидеть автора, потому что это большое количество авторов, просто редакторов, корректоров, бесконечное количество. Нужно заходить на страницу обсуждения, которая находится, автором вы не можете определить. Вот здесь вот, я, к сожалению, не сделала на скриншоте, у меня не видно, вот здесь вот есть кнопка называется обсуждение, где-то сделала скриншот. Нет, я все обрезаю. Есть, называется обсуждение. Вы заходите на страницу обсуждения, здесь вот есть, если вы сейчас находитесь в Википедии, можете смотреть. И в Википедии есть основной редактор. Есть основной редактор, это понятие такое. И вы можете задать вопросы тому, кто написал эту статью, то есть спросить, а где вы, вот здесь вот у вас не стоит сноска, откуда у вас эта информация. Может быть, человек прочитает и ответит, может быть, нет, может быть, у него родились дети, он уехал за границу, он больше уже ушел из Википедии, ничего с этим сделать нельзя. То есть это все вопрос, как фишка лежит. Вот, вот эта вот статья посвящена патрональным иконам русских царей, то есть когда русский царь венчался на царство, ему писала специальная икона, которая ставилась в иконостасово-домовой церкви с изображением личного святого. Когда менялся царь, эту икону вынимали, заменяли на следующую. Вот эта статья, видите, она со звездочкой, отмечена галочкой, это добротная статья, то есть ей можно верить. Чтобы сделать вот эту фотографию, где вот эта патрональная икона стоит в иконостасе, вот она, вот эта вот. Этот человек специально прилетел в Москву, пошел в Кремль, специально сделал эту фотографию, то есть это очень сильное хобби, очень сильное увлечение, очень достаточно полезное для общества, сильнее, чем другие хобби. Вот этот автор, он увлекается Сицилией, сицилийскими мозаиками, и он летает в Сицилию, фотографирует мозаики, описывает все соборы Сицилии. То есть Википедия это место, где каждый человек может найти приложение своему хобби, то есть большинство людей там сливают фотографии на фликеры Яндекс или Яндекс.Фото, а вот кто-то нашел такую полезную для общества применение. Про то, какой гигантский фотоархив и каким гигантским фотоархивом является Википедия я рассказывала в прошлый раз, вы можете посмотреть на Ютубе эту запись, это интересно, она действительно айсберг про сокровища, которые в качестве как фотохостинга мало кто знает. Да, еще про то, что происходит в Википедии с точки зрения информации. Вот это вот очень интересная история. Как я говорила, Википедия является живым организмом, местом битвы сторонников различных идеологий. И вот, например, в Википедии была создана статья про человека по имени Ахмедия Джибраев, которая рассказывала, что он во время Второй мировой войны попал в оккупацию, оказался во Франции, сбежал из концлагеря, вошел в сопротивление французское, получил кучу наград французских, потом в итоге оказался снова в Советском Союзе. И когда в 60-е годы Деголь прилетала в Россию, в Советский Союз, он специально попросил встретиться со своим старым соратником. И эта статья существовала несколько лет, она была обвешана достаточно большим количеством источников, но все это были источники ссылки на азербайзанские газеты, азербайзанские энциклопедии. Как тут понять, что ложь или нет? Тот же самое, как вы, если вы прочитаете статью в бумажном печатном издании. Что это за источники? Что это за... На кого ссылается автор? Вы же видите, что все это однообразно, нужно какое-то независимое подкрепление. И вот эта история про Джабраилова, это история про то, как википедисты, насколько они заморачиваются проверкой источников. Они написали, эти люди, википедисты, которым заподозрели что-то плохое в этой статье, они написали во все французские музеи, во все французские архивы, где должны были быть награды этого человека, музеи сопротивления в Тулузе, библиотека, заказали в библиотеках газеты. Вот вы можете найти вот эту статью, это не в Википедии, это в Викиновостях, в Викиновости, Миха Джабраилове. Там подробно написано об этом расследовании и список архивов русских и французских и немецких, которые запросили одни википедисты, чтобы проверить статью другого википедиста, колоссален. Еще про ложь в Википедии. Большое количество ошибок связано с иллюстрацией. Тут та же самая проблема, что со всеми иллюстрациями, которые болтаются в интернете. Они могут быть подписаны ошибочно и понять, в чем ошибка сложно. Нужно тоже смотреть, как все это описано. У меня есть небольшая коллекция, я собираю здесь ошибки. Вот, например, портрет фаворитки Николая I Варвары Мелидовой. На самом деле эта картинка стояла в статье об этой даме. На самом деле портретов этой фаворитки не сохранилось, она принципиально отказывалась портретироваться. На самом деле это ее современница. А вот Иван Грозный, шаляпин в роли Бориса Будунова, по-моему, главина картина. Она в английских, в англоязычной версии использовалась для иллюстрации статьи об Иване Грозного. Вот другая фаворитка императора Александра I вместо ее портретов используются портреты всех ее тезок, всех Марии Нарышкиной. То есть тут та же самая проблема, что со всеми интернет-картинками. Прилипает совершенно любое название. Проверять это теми же самыми способами, какими нам надо проверять просто картинки из интернета. Если же картинку мгрузило, как я уже описывала, вот этот ответственный википедист, который сморачивается ссылками, ее описание, вот еще пример коллекции ошибочной. Царица Агафия Грушецкая, это жена одного из старших братьев Петра I. Портретов этой дамы тоже не сохранилось, была использована картина Маковского «Чарка меда» 1898 года. Или вот королева Елизавета I английская, в разных возрастах. На самом деле просто нажимаешь на картинку и спрашиваешь в гугл поиск по картинке, она тебе пишет «На самом деле это портрет трех сестер современец Елизаветы Семен Богоболотовича». На картине было ясно написано большими буквами «Борис», но тем не менее портрет использовался в статье о Семене Богоболотовиче «Хайкалифе на царстве времена Ивана Грозного». То есть «Не верь глазам своим, проверяй». Как проверить, как понять, что картинка стоит верить? Открываем картинку, смотрим, что написано внизу. Вот если внизу написаны понятные, достойные доверия вещи, музей, сайт, хороший сайт, в котором ты знаешь, что можно доверять, то да, скорее всего, это портрет Мусины и Кушкина. Если нет такого, вот смотрите, вот еще картинка, которую заливал человек, ответственно подходящий к своему делу. Видите? Понятно, что тут, если это не прямой подлог, который выяснить трудно, то, скорее всего, тут все правильно, потому что тут просто целиком музейная карточка скопирована. А если краткое описание выглядит вот так, блог sport.com какой-то блог, то вот это вот все, это может быть абсолютно неправильно. То есть смотрим, как обычно на источнике. Вот еще пример хорошей статьи, которая написана фанатом своего дела и смотрим всегда, сразу смотаем вниз, и смотрим, сколько здесь ссылок и на что они ссылаются, какая здесь литература. В общем, мой главный посыл, что в первую очередь Википедия, конечно, верить нельзя. Википедия пишется огромным количеством авторов, вы их не знаете, вы не можете их проверить. В первую очередь используйте Википедию как коллекцию ссылок. Мотайте вниз, смотрите, что написано в примечании, какие тут ссылки на сайты, какой тут список литературы. Тут как бы искажений быть не может. если статья хорошая, то она написана с опорой на нормальные научные статьи. Значит, используя Википедию как коллекцию ссылок, что сейчас очень ценно в наш век замусорного интернета, после этого проверили литературу, проверили библиографию, смотрите, полезно ли все вам. Если вы можете найти перечисленные бумажные книги в своей библиотеке, это все очень хорошо, если не можете, смотрите, что вам предлагает статья, потому что возможно автор этой статьи имел под рукой вот эти бумажные книги, на которые он ссылается, и возможно он действительно по ним писал. Смотрите например через Google Books по фрагментам этих книг похоже ли на правду, что он использован. В принципе два-три раза проверив, можно уже понять, ответственный автор или нет. Если вы понимаете, что автор ответственный, вы дальше пользуетесь достаточно просто. Доверие. Вот пожалуй все, что я хотела сказать. Какие-нибудь вопросы у вас есть? вот про царицу Савскую например. Это тоже пример статьи, ради которой автор убивался. И здесь использована икона, коптская икона современная, потому что в коптской церкви царица Савская, одна из возлюбленных Соломона почитается как святая, ей пишется икона. В других культурах, в европейских, таких картин нету. Вот здесь икона только из этого религиозного течения. Вот здесь вы тоже видите стабильная версия. Это означает, что статья проверена. Сейчас я попробую. так видно, да? Да, то есть принцип тот же самый, что к обычным статьям научным, только более ранняя ступень. То есть если вы находите научную статью, выложенную в интернет, она тоже в принципе может быть искажена, она может быть отсканирована с потерями, не могут быть потеряны страницы. Понятно, что лучше всегда иметь бумажную книгу или PDF, то есть то, что железно невозможно изменить. Поскольку Википедию постоянно можно менять, это наносит ущерб ее достоверности, но поскольку ее можно менять, это всегда плюс к обновлению данных, что в ней постоянно появляются какие-то новые данные, какие-то новые расследования, какие-то новые факты. Почитайте вот этот материал, это интересная штука про Джибраилова, она сложно написана, там много букв, но она, во-первых, прочитается как детективное расследование, как архивистское детективное расследование, при этом с приложением 21 век, то есть как архивное расследование и расследования интернетные делаются вот сейчас в наше время. Критерии циклопедичности, Павел, что вы имеете в виду, что достойно образовывать, какие вещи достойны существования Википедии в качестве статей, это вы имеете в виду? Ой, вы знаете, в Википедии очень широкие, очень широкие критерии, то есть, вот, как я показывала, песни Высоцкого, платье Мерлин Монро, парфоровые слоники, долгое время существовала статья про баночку майонеза, потом ее все-таки удалили, но вот статья про граненый стакан советский, она до сих пор существует, потому что действительно памятник культуры. Критерий циклопедичности стоит в том, что если прописали достаточное количество отвлеченных сторонних источников, авторитетных, то этот предмет достоин фигурирования Википедии. То есть, например, Доктор Хаус, про которого написано было много критических статей, он достоин статьи как отдельно как сериал и отдельно как персонаж, потому что его сравнили Шерлок Холмсом и другими персонажами, потому что про него было много сторонних публикаций. А вот там какой-нибудь третий интерн, который тоже фигурирует в сериале, про него, про этого персонажа отдельной статьи быть не может, потому что этот персонаж не анализируется в сторонних статьях. То есть, если нет источников, то статью могут удалить. Ее можно написать, но ее удалят. если певец сдавался тиражами, если у певца были концерты, записи, альбомы, то про него статья может быть. Если у этого певца нет ни одного альбома, если у него есть только записи на Ютубе, невозможно, про него статьи быть не может. Но если у него на Ютубе 30 миллионов просмотров, и об этом на сайтах газет было написано, что вот такой-то певец, у него нет альбомов, но у него на Ютубе 30 миллионов посмотров, это уже появляется возможность написать. Человек о себе, конечно, в серию библиотеку, да, у нас не рекомендуется, чтобы человек писал статью о себе, потому что нужно быть непредвзятым, а когда ты пишешь о себе, ты, естественно, непредвзят. то есть, вот, например, Никас Сафронов, о нем написали статью, потом в эту статью пришла его пиарщица и начала удалять информацию о судебных исках, которые предъявили к этому художнику. Понятно, да, почему? То есть, когда человек открывает о себе статью, он всегда убирает самое плохое и пишет самое хорошее. А в принципе в Википедии, что если тебе о плохом написано в сторонних источниках, авторитетных статьях в нормальных журналах, это должно быть. То есть, Википедия это свалка информации, грубо говоря. Все, все несем в клювики, все сохраняем, все бережем, если авторитетные источники об этом написали. Потому что, когда ты пишешь себе, ты не знаешь, не можешь понять достоин ты этого или нет. Есть четкий список критериев, критерий значимости персонажей, персоналием. Сейчас я попробую найти ссылку. вот это ссылка на критерии значимости персоналей. Тут описаны журналисты, спортсмены, деятели науки, писатели. То есть, например, если ты деятель науки, про тебя статья может быть существовать, если у тебя общие тиражи там 3000 экземпляров. А вот если ты не деятель науки, а просто писатель, пишущий там бульварную книгу, критерий меняется. То есть, да нет 3000 экземпляров, а сразу там 30000 экземпляров. Понятно почему, да? Потому что у нас тиражи научные книги очень маленькие, а тиражи массовой литературы так много, что, чтобы выделиться среди авторов массовой литературы, это должен быть тиражный матор. Вот. Вот это вот критерия значимости, про кого можно писать статьи. Как выбирает персонал для освещения? Никак не выбирает. Есть рекомендуемый список людей, про статьи, про которые должны быть во всех языковых википедиях, там типа Эйнштейн, Иисус Христос, Шекспира эти статьи уже давно везде написаны. То есть они не написаны только во всяких мелких языках, типа там Суахили. Вот авторы на этих мелких языках, они открывают этот список и пишут по нему недостающие статьи рекомендуемых персоналей. В русской википедии все эти рекомендуемые персоналии давно уже описаны, уже миллион раз. И дальше выбирают персоны. Вот у меня есть вдохновение сегодня написать про такого человека. Я увидела картину этого художника, я не знаю кто это, и я решила про него почитать. Я перевела статью про него с французского и залила ему и русскую википедию. Все, вот так вот. Это абсолютно левая пятка автора захотел. Никак не выбирает, автор вдохновляется и все, не хочется. Как становится администратором? Не статьи, а вообще просто всего проекта, все википедии. Это администратором становятся авторы, которые долго существуют в проекте, которые знают этого правила, то есть это несколько лет существования в проекте, писания статей, участия в жизни сообщества. То есть, помимо статей, которые видите вы, еще есть форумы. Вот, совершенно нормальные авторы википедии, сейчас скажу. Значит, совершенно нормальные форумы, где, как на любых интернет-форумах, происходит обсуждение, ругань, срачи, блокировки и так далее. Абсолютно нормальные форумы. Просто их не видно, они спрятаны. И по результатам вот этих общений на форуме люди, в принципе, знают, какой у кого характер. И когда кто-то, какой-то из авторов хочет стать администратором, он выдвигает свою комментатуру и устраиваются выборы, голосов, он должен добрать, по-моему, больше 70-80% голосов. И в голосовании участвуют несколько сот участников википедии, авторов, которые знают этого человека. И если этот человек составил себе репутацию как спандалист или как неадекват, слишком политизированный, то его не выбирают администратором. То есть администраторами становятся обычно очень спокойные, нейтральные люди. Значит, автор идеи. Википедия английская возникла. В 2001 году ее изобрел вот этот человек Джимба, который считается основателем википедии, который придумал, что контент могут создавать сразу много людей из всего мира. То есть не один автор, а много, чтобы была такая мозаика. Можете про него прочитать статью Джимба по Уэллс Джимми. Накинула ссылку. Можно ли узнать автора идеи публикации конкретно в семьяном ученом? То есть если вы видите статью о человеке, хотите понять, кто создал о нем статью. Сейчас я попробую какой-нибудь пример перевести. через ссылку найду какого-нибудь ученого. Можно найти любой корень статьи, кто ее создал. сейчас сейчас ездим секундочку. Секундочку. Так, момент. Значит. Вот, видите, появилась статья, называется Иннокене Александра, видите, да? Вот здесь вот то, что я все время обрезала при скриншотах, наверху. Вот здесь вот обсуждение есть. Статья, есть обсуждение. Вот оно, обсуждение. Здесь оно красное. Это означает, что обсуждение для этой статьи еще не началось. Но если у вас возникли какие-то вопросы по этой статье, вы можете нажать на нее и совершенно спокойно там написать свой вопрос и сохранить его, если вы видели ошибку. Значит, это обсуждение. И вот здесь вот есть другая вещь, называется История. Вот оно, История, видите? И когда вы нажимаете на История, вы попадаете в историю, кто эту статью правил. Это, собственно, кухня. Вот. Это список правок этой статьи. Это я делала, поэтому здесь вот очень много правок, и все мои. И если вас интересует, кто именно создал эту статью, вы смотрите на самую-самую первую справку. Вот. Здесь есть. Самая первая. Новая страница. То есть, если вас интересует, если вы нашли статью там о своем отце обученном, и вас интересует, кто создал эту статью, вы можете зайти вот в эту самую Историю, да, вот сюда нажать Историю, перемотать до самого-самого низа и посмотреть новую страницу. Если вот здесь вот написан какой-то ник, вы туда заходите и смотрите. Это может быть, статью создал совершенно независимый человек, который просто наткнулся на эту фамилию, ему стало интересно. Может быть, там вообще набор цифр, это означает, что это IP, и вам никогда не узнать, кто это сделан. Если здесь же ник, вы можете туда зайти и задать этому человеку вопрос, кто вы такой и так далее. Но могут быть какие-то анонимы, или может быть создан это с аккаунта, который создан там месяц, а потом брошен, то есть ты ничего не гарантируешь. Все, пожалуй. Павел? Огромное спасибо, Софья, сегодня. Я сам с удовольствием прослушал этот вебинар. Да, знаю, что мы, собственно, с Софьей познакомились, когда именно в процессе правки статей, когда информация с моего сайта оказалась не вполне достоверной, и мы вместе выясняли истину атрибуции отдельных портретов. Это очень интересная работа и замечательная работа, потому что в результате этого, собственно, познается истина, и в Википедии появляется достоверная информация. Ну что ж, коллеги, давайте поблагодарим Софью, и я вас всех благодарю за то, что вы пришли. Как я уже говорил, у меня есть идея фикс. Это сделать вузовское сообщество более лояльным к Википедии и, возможно, побудить его становиться авторами Википедии. Вот, возможно, вы сегодня получили такой импульс и станете более активно использовать, возможно, писать в Википедию. Ну что ж, коллеги, я всех благодарю. Встретимся с вами на новых вебинарах. До новых встреч!